Трудные места Священного Писания 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 Учитывая, что нет никакого рыночного хозяйства, когда у тебя есть заработок и ты можешь плевать на всех своих соседей, просто покупая то, что тебе нужно в магазине, в общем-то, очень трудно себе представить, что человек, который живет в полной изоляции, может просто элементарно выжить. А если его изгоняют куда-то? Конечно, были примеры изгнания. В основном, мы знаем по истории Древней Греции, астрокизм, когда политических соперников сталкивали лбами, и нужно было проголосовать, кого из них город изгоняет. Потому что вместе они уже никак не могли в городе остаться. Но были же другие греческие города. И он из Афин отправлялся куда-нибудь в Каринф, в Спарту, в Милет. В общем, конечно, доля изгнания не очень сладка, но вполне нормально. А здесь, если весь израильский народ, куда он пойдет? К мавитянам, аммонитянам, они его примут вообще? Под большим вопросом. Поэтому на самом деле, похоже, что речь идет про что-то очень близкое к смертной казни. А в той же книге Левит, 20 главе, есть такое место. «Скажись, сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху» Молох – это языческое божество, я читаю синодальный перевод. Ну, то есть, принесет их в жертву молоху. Вот это уже серьезное преступление. Это не просто поесть мясо жертвы в состоянии ритуальной нечистоты, принести своих детей в жертву языческому богу. Так вот, кто даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. Смотрите, говорится более конкретно предан смерти, да побьет камнями. Вот тоже очень четко указано, как конкретно, что такое побиение камнями. Кстати, это коллективная казнь, когда не какой-то один палач или, допустим, там воин или правитель убивает человека, а когда вся община его убивает и одновременно не прикасается к нему руками, брезгуя им. Жестокая казнь, но символически понятная. То есть вся община забрасывает, и никто не знает, чей камень обрывает его жизнь. Так вот, народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю. И здесь тот же самый глагол, но в другой форме, конечно, употреблен. То, что там была пассивная форма, здесь она активная. Вахихарати. Его из народа, его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы оскоренить святилище мое и обечестить святое имя мое. То есть я истреблю его из народа. И его в данном случае обозначает конкретно смертную казнь. И можно тогда перенести на все случаи. Да истребится душа та из народа своего. Значит, надо его убить. Вероятно, забросать камнями. Как-то жестоко. Но мы, конечно, знаем, что в Пятикнижии довольно много вещей, которые сегодня вообще не наказываются уголовным способом, супружеской измены или колдовство, они карались смертной казнью. Можно сказать, что дикое жестокое время. А можно обратить внимание на то, что такие действительно серьезные преступления, и наказанием за них должна быть смерть, которая явно указана, явно описана. А преступления второго-третьего порядка, те, которые касаются скорее ритуальной нечистоты, очень часто наказание описано, как истребится та душа из народа своего. Может быть, в том, в другом случае это смертная казнь, но в каких-то вот ужасных случаях указан конкретный акцент стоит на том, что такого человека надо убить. А в тех случаях, когда речь идет о чем-то относительно мелком и скорее ритуальном, указано, что этот человек не должен быть среди народа, чтобы не стать для него осквернением. Вот каким образом конкретно это может произойти, может быть оставлено на усмотрение общины, на усмотрение правителя, который будет в то время. Просто не имейте с ним ничего общего. Полностью отделите его от себя, не сообщайте с ним никак. Тоже можно сказать, что это достаточно жесткая форма наказания, но, по крайней мере, вот здесь даже нет границы между изгнанием и смертью, если честно смотреть. То есть это нам показывает, что сама смертная казнь в Пятикнижении не является местью за проступок человека, она является средством очищения. Точно так же, как какие-то языческие города, которые израильтяне брали, они истребляли весь народ и даже скот, но не потому, что очень ненавидели этих людей или как-то к ним плохо относились, а потому, что с ними никак не должно было быть никакой преемственности, потому что это выглядело, ну, как такая санитарная карантинная мера. Я понимаю, что убивать людей – это не совсем то, что нам хочется видеть, и более того, заповедь «не убей» – это одна из десяти заповедей, но очевидно, что в те времена, собственно, другой карантинной меры и не было у людей. И тогда, может быть, вот само это выражение «истребиться от души из народа своего», оно каким-то образом подсказывает, что смертная казнь не есть то, что угодно Богу, как конечная цель такая, да, вот убить человека за то, что он что-то нарушил, а есть, может быть, в каких-то конкретных условиях единственный способ оградить народ от того, чего его нужно оградить, и что потом, когда появятся другие какие-то способы вот этого самого истребления души из народа, да, то можно будет прибегнуть уже к ним. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.